Барыня, 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 барыня. Общий настрой, шуточный. Барыня величавая, крестьянин удалой. Русская народная песня и танец давно прижились в казачьем репертуаре. Казаки традиционно были вне крепостных отношений. Более того, принимали беглых крестьян и рабочих с казенных заводов. Исполнители – третиклассники из школы номер 6. Мы выступили, посмотреть, кто как выступает, в какое место мы займем. Потому что красиво выступают все. Все красиво одеты. Номера оценивает специальное жюри. Должно быть по-казацки бодро, а все, включая костюмы, соответствует традициям. В школу номер 12 «Станица Анапская» приехали порядка 400 человек из всех школ муниципалитета. В этом году тема выступлений – песни и танцы. Вы возьмите казачью песню и подумайте над смыслом ее слов. Все казачьи традиции как раз и разложены в этой песне. А танец казачий, он тоже не просто так придуман. Это своеобразная физическая подготовка. Ведь казак должен и на коня, и джигитовка. И вот кроме таких физических моментов, когда они могли посоревноваться, они вот еще и в обычной жизни тоже вот в этих танцах как раз таки все элементы отрабатывались. В фойе творчество казачат и юных казаков есть поделки на военную тематику и фрагменты станичного быта. Пироги с творогом и персиками – их испекла Наталья Кириллова. Во втором казачьем классе школы номер 12 учится ее сын. Сама она не из казачьей семьи. Предложили преподаватели. На семейном совете решили, что сегодня не помешает немного консерватизма в образовании. Больше обязанности, больше ответственности, больше поведения очень хорошее. И как бы, вот мне очень радость. За год число казачьих классов увеличилось с 38 до 59. Это не считая казачьих групп. Сегодня школа в Юровке постепенно переходит в статус казачий. Один из главных двигателей процесса – растущий интерес со стороны родителей.